Динамика по заболеваемости Динамика по заболеваемости Растет А цифры потерь Они примерно сохраняются на том же уровне Мы видим, что немало пациентов Гибнет непосредственно в первый год Несмотря на проводимое лечение И при разговоре о персонификации Нельзя не забывать о том, кого мы лечим То есть мы не только концентрируемся На самой опухоли Но прекрасно понимаем, что это больные Нередко ослабленные Больные с достаточно истощенным состоянием И, к сожалению, не всегда комплоентные То есть готовые взаимодействия с врачом В полной мере И на это во многом влияют Их вредные привычки Обратите, пожалуйста, внимание на слайд Что немалое количество пациентов курило А многие из них продолжают курить И в процессе лечения А многие при этом выпивают Что негативно, как представлено в нижней части Слайда справа, сказывается При многофакторном анализе На их общем состоянии Переносимости лечения И готовности к этому лечению И здесь, позвольте вам представить Вот такие интересные данные Буквально последних двух лет Показывающие, что С одной стороны Есть вероятность Высокая вероятность Развития вторичного рака Наведенного рака Именно у курильщиков Вы видите Лево-верхние диаграммы И это непосредственно Сказывается на В том числе Тех самых цифрах потерь больных За счет вторичного рака Которые и складываются В нашу общую статистику Что представлено В левой нижней диаграмме В то же самое время Хотел бы обратить Ваше внимание Что Как уже нам известно Пациенты с анамнезом курения Гибнут Чаще И во многом Это связано с биологией Самой опухоли И в правой верхней части слайда Видно, что люди Которые даже Бросили курить Но с анамнезом Имеют лучший прогноз А самое интересное Что так представлено В нижней правой части слайда Роден показал В 2020 году Опубликовав Интересную работу Что если начинать У пациентов, которые имеют Определенный стаж курения С трансоральной хирургии То эти пациенты Не проигрывают Пациентам По сравнению с теми Которых Начинают лечить Химио-лучевой терапией То есть Трансоральная хирургия В этом плане Вполне возможно Является приоритетной Именно у пациентов Со стажем курения Таким образом Мы, конечно, должны Отходить от системы ТНМ Делать это осторожно Но Думать о том Что нам недостаточно Факторов прогнозирования Сортификации Чтобы только ориентироваться На ТНМ Почему же мы Концентрируемся На теме ракоратоглотки Дело в том Что Именно эта патология Растет по заболеваемости И дает общий вклад Хотя пока Вы видите Она не на первом месте По общих цифрах И Если Опять же Посмотреть более детально То мы говорим О пациентах Все более Молодого возраста Вы видите Что эта проблема Больше касается Развитых стран 15-56% Выпоседственных раков Именно в развитых странах Здесь есть статистика В том числе заложенная И в Санкт-Петербурге Есть кривая По заболеваемости Из этого источника И Хотел бы Обратить внимание Что конечно Большей частью ВПЧ-ассоциация При раке Катаготки Катаготки касается Мужчин Вы видите Какова доля мужчин В этой коготке больных И конечно Это отражается И в интересах По разработкам Нового плана Вы видите Что очень много Исследований Посвящено Именно биологии Опухоли Но некоторые из них Учитывают И пересонификацию По состоянию Самих больных И вредным привычкам Отсюда И вот такое Большое Различие Разброс цифрах Выживаемости Как при локальном Поражении Так и тем более При местном Стройном поражении Раком Ротоглотки И если мы Говорим о пересонификации Возможностях Лучевого химия Лучевого лечения То конечно Большинство Концентрируется В своих мыслях На двух направлениях Это развитие Технологии облучения И развитие Новых комбинаций Лекарства И лучевой терапии В меньшей степени Всплывают мысли О биологии ткани Хотя сейчас Это уже Направление Станется более популярным И нельзя забывать О том Что больные Во многом Страдают И даже гибнут От последствий Самого лечения И если мы с вами Анализируем Результаты лечения То должны понимать Что вот негативные Последствия Во многом То что мы наблюдаем Это результаты Лечения 10-15-20 летней давности Совсем другой Лучевой терапии Сейчас мы Во многом Напоминаем Хирургию В плане Точности Выбора объемов Как представлено На слайде И По лимфоколлекторам Мы также учитываем Объем поражения И риски Поражения Скрытым Метастазированием И вот так выглядит Настоящее время Например Лучевая терапия Химия Лучевая терапия С интегрированным бустом Красным цветом Показана зона буста Они бывают колоссальные Но тем не менее Вы видите Как мы защищаем Здоровые ткани И вот эти большие Объемы Они тем не менее Позволяют Позволяют нам Реализовать Полный план Лечения Полной дозе Видите Вот буст Какого он Объема и размера И Вот Если мы Правильно проводим Лечение То обычно Это выглядит Вот так Химия Лучевая терапия С препаратами Платина Вы видите Как Анатомически Сохраняются Зоны И соответственно Длительные Эффекты Химия Лучевой терапии Положительные В виде полного Лечения Больного Тоже имеет место Быть Но к сожалению Не всегда И у нас Основной вопрос Хватил ли нам Эффекта Лучевой терапии Как мы видим Из слайда Большинство Наблюдений Все-таки Касается Именно Точного Подведения Дозы В опухоль И именно Нехватки Эффекта Самой дозы Но у нас Есть новая Тенденция Трансоральной Хирургии Мы должны Понимать Что это Ставит Новую задачу Перед Лучевым Терапевством Как вы видите Как представлено На слайде Что мы Не имеем Таких четких Границ Серьезная проблема Если мы хотим Сократить Объем облучения Если мы хотим Точно выводить Те зоны Которые Потребуют Подведения Высоких доз С другой стороны Таким интересным Направлением Персонификации Является Выбор В самой Мишени Вот в этом Объеме GTV Так называемого Объема HTV Это объем Гипоксии Это та зона Которая В первую очередь Как раз И хуже Реагирует На химовучевую терапию Если выводить Отдельно Эскалирует С нее дозу То эффект Будет лучше Как представлено На слайде Вы видите Респондер То есть Люди у которых Эффект был достигнут Полный Они безусловно За счет Вот этого Введения HTV Именно выигрывали Но если мы Говорим в целом То вот Сами схемы Лучевой терапии В чистом виде Они к сожалению Дают очень Умеренные выигрыши Опять же Как представлено На слайде Разные режимы Они все Приводят Примерно Выигрышу 8% В абсолюте И поэтому Конечно Чаще всего Мы говорим О химио-лучевой терапии Мы говорим О том Что все Анномизированные Исследования Так или иначе Глядят в пользу Именно этого варианта И здесь Что удивительно До сих пор Остается Несмотря на весь Прогресс Лекарственного лечения Стандартом Препарат Платины И как мы видим На огромном Исследовании МАК ННС Одновременная Химио-лучевая терапия Она тоже На круг Дает не очень Большой выигрыш Но является Стандартом И этот стандарт Пациентов С массивно-регионарным Метастазированием Как представлено На слайде Это довольно Большие объемы Облучения И первичной зоны И регионарных метастазов С хорошими Результатами И мало этого Даже в некоторой степени Профилактическими Лимфодонектомиями После Грамотного Подведения ДОС В том числе На лимфоколлекторы Если же мы Говорим все-таки О том Как нам выбрать Сочетание Лекарственного Лучевого лечения То вопрос Это остается Открытым Некоторые Авторы высказываются За индукционную Химиотерапию Другие За одновременную Химиолучевую терапию И Итог таков Что если мы Больше делаем акцент На локовегионарном контроле Мы конечно Проводим одновременную Химиолучевую терапию Однако Обновленные данные МАК-НС Показывают Что выигрыш Остается Также небольшим И вот В этом году Опять же Мы ознакомились С обновленными данными Этого исследования Почти 20 тысяч человек Вы видите Что выигрыш Оставляет на круг Три С небольшим процентом Одновременно Химиолучевую терапию Вот такой К сожалению Не совсем эффективный Стандарт И Стандарт Сплатенный Высокодозный Он прописан Он имеет место быть И также есть Альтернатива В виде Таргетной модификации Но обращаю ваше внимание Все эти стандарты Предусматривают Стандартный режим Фракционирования ДОС Мы может быть Немножко забываем о том Что сама лучевая терапия Может быть различна И есть такое Очень интересное исследование Вышедшее в этом году Нарвайс Которое показало Что приоритет Одновременной Химиолучевой терапии С интегрированными Бустами Беусловно Есть А как представлено На правой части слайда Не сказывается Он на переносимости Лечения С обратной стороной Применение препаратов Платина Конечно является Неполная реализация Плана лечения И в виде Ряд побочных эффектов И здесь мы должны Понимать Что есть ряд больных Которые исходно Не получат это лечение А другие Не дополучат его В полном объеме Это приводит к тому Что если Коммультивная доза Не набрана Мы не получаем Дозного эффекта И получаем По сути Чисто лучевое лечение Особенно У старшей возрастной группы Где вы видите Процент этих срывов Значительно больше Но есть еще и Отсроченные Проблемы с почками Таким образом Попытка Внедрить альтернативу Ибонором Она общеизвестна Это Лечение с Сутоксимабом Но я хотел обратить Ваше внимание Что опять же Он использовал Персонификацию В своем исследовании Он выбрал Большей частью Больных раком ротоглотки Больных с хорошим Соматическим состоянием И получил Безусловно Хорошие результаты Лечения Вы видите Что длительные наблюдения Сроки наблюдения Показывают Безусловно Выбирь такого варианта И это выражается Вот в таких клинических Наблюдениях Как представлено На слайде у нас Молодые люди Крепкие Отказавшиеся От введения платины С большими объемами Облучения В радикальных дозах Хорошим эффектом Непосредственным И отсроченным В виде длительных Сроков наблюдения Попытки же Проэскалировать Лечение Присоединением Супоксимага Платине Как показал Киананг Не оправдывает себя Вы видите Что выигрыша В такой группе Нет Поэтому сейчас Нет однозначного Мнения Когда и как Использовать Вот такой Биолучевой вариант Вместо Химолучевого варианта И большей частью Он применяется По остаточному принципу Когда речь идет Об отказе От препаратов Платина Но если мы посмотрим Более детально На биологию опухоли Мы увидим Что безусловно Она играет роль И мы имеем Абсолютно две разных Категории больных Мы не будем На этом останавливаться Вы прекрасно знаете Как отличаются Негативные стороны В ПЧ Негативные раки Ротоглотки Отсюда Мощная эмутационная Нагрузка В этом подтипе И разница В стабировании И вообще Подходах к лечению Однако Сейчас вот такие Тенденции Вы видите В виде Старта с операции С индукционной Химиотерапии Или стратификации Самой химолучевой терапии На которой мы остановимся При этом Учитываются Клинические факторы Конечно биомаркеры И самое популярное Направление Это геномика При этом Есть исследования Провалившиеся Успешные И исследования Которые оставляют У нас массу вопросов Из абсолютно успешных Это индукционная Полихимиотерапия С последующей Деэскалацией Доз Лучевого лечения С применением Цитуксимаба Видите Что все равно Играла роль Конечно Прогностический набор Факторов И исследования Которые оставляют Массу вопросов Это попытка Вот так Огульно Только по одному Параметру П-16 Заменить платину Цитуксимаб Которая не увенчалась Успехом В таком случае Препараты платины Конечно Оказывались Куда более эффективны Поэтому стандарт Остается прежним Это химолучевая терапия С цитуксимабом Современными методиками Лучевого лечения И позвольте представить Наш опыт Мы Попробовали Также Сравнить препараты Цитуксимаб И платину Однако мы применяли Интегрированный буст И сравнивали это С прогностически Неблокариатной группой П-16 Минус Лечились с П-16 Плюс Однозначно лучше Отвечали на лечение Видите что большинство Больных ответило полностью И на Химолучевое лечение С платиной И на биолучевое лечение С цитуксимабом И группа П-16 Минус Конечно Отвечала несколько хуже В том числе По лимфоузлам Хотя Например Вот эта вот Категория больных Которые были соперированы И там не оказалось Накистатического поражения Представляет особый интерес На предмет Профилактических операций И итог таков Что Двухлетняя Безрецидивная Вживаемость Она была равная В группах Поксимаба платина За счет Интегрированного Густа И подведения Радикальных доз Группа П-16 Негативно Безусловно Проигрывала И полностью Это соответствует Международному Уровню Выживаемости У этих больных И что важно Мы сохраняли Не только Сам орган Формально Но и функцию Что мы определяли По вопросу Коммерти И вы видите Был очень неплохой Выигрыш В выраженности Ксеростомии Именно в группе Биолучевого лечения Но мы и ожидали Больших побочных Эффектов При применении Платины А качество жизни Оно несколько менялось Конечно в процессе Лечения Но приходило в норму По завершению лечения Мы должны об этом Помнить Биология опухоль На следующий день Это во главе угла И мы знаем Что таких исследований По дифференцировке Стратификации Довольно много И в завершение Хотел бы сказать Что сейчас проведена Очень интересный Ретроспективный анализ Который учел Вот те исследования С неоднозначными результатами И показал Что например Экспрессии CD103 В опухоли Это очень хороший Прогностический маркер Который показывает Что результаты лечения Химолучевого лечения Однозначно лучше Если есть Высокая экспрессия Этого маркера И в том числе Когда мы говорим О применении Биолучевой терапии Вместо Химолучевой терапии С тисплофином И вопрос Конечно Сочетания с иммунотерапией Он очень двоякий Мы создаем Зоны иммунодепрессии С другой стороны Мы антиген Презентируем опухоль Когда сочетаем С иммунотерапией Лучевой терапией И здесь есть Масса исследований Они сейчас анализируются Мы будем ждать Непосредственных результатов И исследования Которые завершены В исследовании Авилумабом Где также Изракоин Подчеркнул Что надо конечно Сортифицировать больных По биологическим Катеристикам Такая общая Сводная информация Она не позволяет Выбирать больных Грамотно И завершение Это исследование АСКО 2021 года Озвучено совсем недавно Где вы видите Индукция В виде Именно иммунотерапии Друголумабом В последующей Радиоиммунотерапии Дала великолепные результаты При том что Большинство больных Были в четвертой стадии И ВПЧ негативны Таким образом Лучевая терапия В сочетании С лекарственным лечением Это конечно стандарт У нас очень хорошие Перспективы Грамотного отбора Больных По биологии Опухоли И мы надеемся Что эти больные Будут излечиваться Более эффективно А главное Реабилитироваться После лечения Спасибо за внимание Спасибо за внимание Продолжение следует...